МАКС Максим, мы ждем с воли, хотя в данном случае мы обычно представляем, Макс с воли идет, а сейчас на самом деле как бы на волю. Сейчас поймете, короче, о чем речь. Максим, правильно мы понимаем, что ты сейчас наоборот на волю пришел с, как это у них называется, зоны? Я сегодня откинулся. Топтал? Нормально. Стаканом брился. Да. Ух ты, вот сега. Ну да, ну это есть. Низко, не стоило на одну программу от вас отъехать, а одного посадили уже эти пьяные сидят. Уже опустили. Ну хорошо. Можно я на некоторое мгновение воспользуюсь сценой, потому что она мне сегодня особо не понадобится. Она еще горячая. Ты знаешь, кто-то топтал сегодня. Молодец. Молодец. Готов целовать. Следующая страничка нашей программы. Вы знаете, что сегодня день молодежи? Я не знаю, он всемирный или нет, но в России его как бы... А молодежь это досколько? Мы с Савельевым еще молодежь? Вам же по 17, Анатолию 18, я думаю, что вы попадаете. Ну молодежь это мы, в общем, да, одним словом, правильно? В широком смысле да. Те, кто молод душой. Я сегодня решил как бы погрузиться в эту молодежную историю, понять, что такое молодежь и что им нравится, черт возьми. Им все-таки, да? То есть Ингрид им не нравится наверняка. Нам-то. Нам, да. Нам, молодежи. Сказка. Оказалось, что... Я просто решил выяснить, что какая самая популярная игра или что-то в интернете, вообще, да, развлечение среди молодежи. Оказалось, что это игра под названием «Тюряга». Это такое приложение к социальной сети ВКонтакте. То есть пользователи могут играть. Самая популярная игра, реально. Значит, на секундочку, чтобы вы понимали, у нее 7 миллионов постоянных пользователей ВКонтакте. А еще в других социальных сетях, там, Одноклассниках и так далее, еще по три. То есть в общей сложности порядка 10 миллионов. В три раза меньше наша программа. Просто известно, что вот большинство социальных сетей, они же монетизируются, знаете, за счет чего? Не за счет того, там, поставить режим невидимку, а теперь видимку, а теперь подарить букетик, там, типа, за смс-ку платную. Нет. Монетизация вот социальных сетей идет, в основном, там, на 90% за счет вот этих игр. Люди, как не смешно, люди 21 века, взрослые люди, вот эти, так сказать, продвинутые перцы, населяющие нашу планету, они покупают виртуальные сены за реальные деньги. Мы сейчас об этом поговорим. Сколько мы в Букол в ВКонтакте? Ферму? Ферму в ВКонтакте. Минут, у меня успешная ферма. Она хорошо работает, она приносит доходы. То ли уже, ты, наверное, ее оформил. Ну, раньше была популярна ферма, действительно, это Фейсбук ее изобрел. А наш парень, ему 27 лет, он живет в Волгограде, он сидел со своими ребятами и придумал такую игру. Он просто, по сути, опередил других, тема тюряги. То есть, по сути, там, как бы, ты проживаешь жизнь по закону тюремного жанра. Вот, веселье. Вот. Есть более простые способы, куда более дешевые. Чтобы вы понимали, по примерным подсчетам конкурентов, этот парень 27-летний, который уже младше нас, после Илюхиного дня рождения, он зарабатывает от 600 до 800 тысяч долларов в месяц. Благодаря... Чтоб ты еще раз, этот парень... Этот парень, который изобретатель, жалкий подросток, который... Зарабатывает... 600-800 тысяч долларов в месяц. На тюряге. Это на тюряге, да. На клен и сэр. Это вот та самая монетизация, о которой ты говоришь. И, собственно, это невообразимые цифры. Покажи нам этот успешнейший маркетинговый проект. Сегодня я провел там несколько часов, чтобы понять. Анатолий, уберите вот это вот... Почему-то не исчезнуло вот это твоё интенское выражение. Я тебе говорю, Анатолий, учись хотя бы вордом пользоваться. А можно на тот экран тоже вывести, на всякий случай? Спасибо. Вот, Анатолий, смотри. Ой, смотри, Толян, ты! Авторский, смотри, ты можешь на авторских подняться. Так, в общем, это я. И тут ты. С флота достали флот. А татуировка флотская, мне кажется, кстати. Да, флотская флотовка. Это всё, на что мне хватило. Вот, итак, смотрите. Это твой герой, да? В общих словах, да. Ну как герой? Это мой герой. Я его сам сделал, ему лицо сделал, его можно исправлять. Вот, пожалуйста, можно глаза сделать позлее, можно подобрее. А сделай доброго. Сделай добрый, добрый, добрый. Добрый, незаконно осужденный. А вот, вот, доброе лицо делаем. Доброе. Добрый, незаконно осужденный, замнимый. А больше ничего доброго из него не сделаешь, боюсь, что. Ну, вот такой добрый парень, и ты должен проживать эту жизнь. Можно бабушку? Смотрите, что можно делать. Развести терпилу. То есть, сыграть в карты, да? Слушай, вот людей просто кого превращают? Развести терпилу. Посмотри. Мама, я сейчас играю, можно я разведу терпилу? Разведи девочку. А, пойдем. И потом обедаешь. Уроки сделал, да, можешь развести терпилу. Не уроки, а написать маляву тут можно. Вот написать маляву можно. Можно, тут есть слепой кольчик, нычки, подогревы. Вот за деньги, чтобы вы понимали, здесь можно чифернуть. Нажимаешь. Нормально. И, пожалуйста, мгновенно восстанавливает всю энергию. А сколько у нас баланс там, сколько денег? Да у меня мало тут, я ничего даже купить не мало. Есть тренд чифернуть? Вот есть двор, здесь надо собирать эти самые не окурки. Чинари. Он знает, он знает. Ну, мне нужны были деньги, а палатка была сама открытая. Я сам пошел и взял. Вот здесь собираешь эти чинари и можешь ими расплачиваться. Потом самое интересное, это задание, которое ты нажимаешь «Отсидеть». Возглавить партию? Стоп, можно вопрос? А почему ты сейчас все это укладываешь от налога? Методично, последовательно, пиаришь. Ты думаешь, я пиарю, да? Не знаю. Я был, например, просто шокирован, когда это увидел. Да, просто шокирован. Я поэтому хотел показать. Вообще, это феномен, конечно. Это феномен. Это феномен. Вот ты представь себе 10 миллионов человек, молодежи, которые сидят и от этого кайфуют. Вот тут, например, задание слепить из мякиша, из хлебного, ну не Ленина, а слепить шахматы и обыграть в них какого-то там терпилу. Опять терпилу. Опять терпилу. Что за контингент-то? Опять-таки терпилу. Нет, там есть бары. 10 миллионов человек, это в 10 миллионов раз больше, чем наша аудитория. Вы знаете, чтобы разобраться в этой игре, я позвал девушку Анастасию, которой 17 лет, и она один из самых авторитетных игроков. Куда позвал? Сюда? Сюда, в эту студию. Хотел бы пригласить Анастасию. Анастасия, приходи. Она один из самых авторитетных игроков. Вот так вот она выглядит в жизни. Стоп, 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 секунду, пусть не заходит. Какой у нее ник? Как у нее ник? Скажи. Калашников. Итак, друзья, Калашников. Вот этот вот мужик, у которого... Борода и куча, куча блатных татуировок. Борода, ты мужик, вот он, Калашников. Настенька. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, если честно, к этому оказывается. Сам Калашников пришел. Прошу вас. А, давай, Настя, пожалуйста. Хотя, может быть, вот так присядем? Ну, правда, давай... Нет, нам, кстати, в камере он сидит на кровати или на диванчике вот в таком примерно. Сидит в такой пользе. Ну, это уже блатные, блатные вот такие. Настя, так вот, по-серьезски скажи, у тебя вообще, ты в каком смоте еще, кстати? Нет, Калашников ничего. Ну, ты смотрящий, терпил, там, я не знаю, А там нет такой определенности. Самое главное, это то, что у тебя много... Чем больше авторитета, тем лучше. Ну, сколько у тебя авторитета? Больше 130 тысяч. Да? То есть за авторитет... А это много? Да, это очень много. А у Макса сколько по вашей градации? Мне 35. А, 52. Ты терпела? Ты вот так ты терпела. Подожди, а сколько ты вбухала бабла-то, да? Если так. Слушайте, а вы можете на русский перейти так, для смеха? Подожди, мы вообще о чем говорим, брат? Сядь тоже. Нет, нет. Ну, я играю уже год, за весь год я только 100 рублей положила. 100 рублей? А, подожди, у тебя... А на что? На что? Мне просто интересно. Да, кстати, на что? 100 рублей вот раньше разок. На наколки. На наколки? А что дают наколки? Наколки дают тоже авторитет, и плюс новые зоны открываются, то есть новые тюрьмы. Новые зоны. Настя, что ты набила, что ты набила себе? На крестце, может быть, автомат, я не знаю. У меня полностью забит, кроме живота. Тимати такой. Виртуальный, виртуальный Тим. А вообще, а что тебя подвигло нырнуть в этот мир? Не знаю, как-то смотрю, у меня друзья играют. А как вас зовут, простите? Настя. А вы в школе учитесь с Настей? Да, я уже закончила 11 класс. У вас ЕГЭ было недавно? Да, да. Как вы без денег поднялись? Это же уйму времени надо сидеть. Да, это очень сложно. То есть вы целыми днями делаете эту установку? Ну, ночами точно. Я примерно представляю, как вы ЕГЭ сдали. Наверное, подошли к учителю и сказали, слышь ты, Юля, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Как родители относятся к этому? Мне очень интересно. Ну, папе показал, он просто в шоке был. Вспомнил молодость, шлакнул и отругал. Дочка, а я-то думал, что ты его знаешь никогда. Это тебе мамка рассказала, да? Не, правда, Настя, подождите, вот скажите мне, пожалуйста, а вы отдаете себя, вернее, нет, не так даже сформулирую, какую-то еще, так сказать, жизненный путь вы себе параллельный хотя бы проложили, думаете о чем-то или вы там будете добиваться главных побед в жизни? Нет, конечно, игра для меня это чисто игра, когда только свободное время. Ну ладно, тогда нормально. Вы тогда выполнили свою социальную миссию. Окей, стоп, мне очень интересует, что за наколки? Вот там у парня, который сидел, у него не военно-морская была? Да я сейчас. Татуировка. Как вообще их выбираешь? Что там за татушки? И как за них плачешь? За смс-кой? Там валюта, есть папиросы. То есть... Шинари? Нет, папиросы. Папиросы. Это ты, шинари, а у нее уже целенькие. Вот, и выбираешь место, то есть там не все зоны как бы доступны. Татуировабельный. Да. Так. Вот, то есть есть три вида наколок там. Авторитетные, пацанские. И блатные. Ты можешь показать, смотри, я открыл какого-то авторитетного человека. Это бивес подруга. Дайди, подойдем прям экскурсию по телу. Вы узнаете? Смотри, давайте. Вы узнаете, кто это? Толян, ты что ли? Нет, это бадхат. Посмотрите на морду, это реально бадхат. Смотри, нет, смотри, значит, я буду спрашивать, ты отвечай, рассказывай. Так, чтобы тебе видно было. Во-первых, мы видим телевизор с порнухой. Нет, это... Это стоит денег. Это отдельная камера. Да, да, понятно. Но издалека просто. Пойдем, это стоит денег? То есть это у обычного терпила не может быть? Нет, конечно. Он новую камеру дает за убийство одного босса. Вот за этого. Вот эту камеру дает за вот этого босса. Это медаль. То есть он вольнул кого-то уже? Да, он уже убил босса, и ему дали новую камеру. Окей. Кошки на грудях. На грудях. Вот это, я знаю, что вот эта кошка, она авторитетная. Авторитетная. Ее только после 122 уровня. Какого? 122? Так, ладно. А здесь черепа? Да, это женщина, я вижу уже. Я понял. Самое трудное место, это вот это. Самое крутое? Самое крутое, да, это живот. Это, ну, самый последний момент, набивают все. Ну, я понял. Правда, я вижу, он без тапочек. Он без тапочек? Он без тапочек. Он без тапочек. У-у-у-у-у-у. Присядьте, пожалуйста, Настя. Слушайте, вот у меня, только, пожалуйста, не подумайте, что я зануда или, может быть, старик. О нет, сегодня день молодежи. Бля, мы его празднуем. Настя, послушайте, вот вам собой, как кажется, вот это, как бы сказать, ну, то, что это бессмыслное времяпрепровождение. Присядьте, пожалуйста, Илюш. Это и так понятно. Но вообще сидеть и смотреть в стеклянную экран ночами, ну, это вообще странно в принципе. Но, когда вам еще через эту стеклянную штуковину под названием экран, так сказать, транслируется не, извините, неразумное, доброе и вечное, а пошлое, со словом малявы, псевдо, как бы, русское, мерзотное, тошнотное и, как бы, отталкивающее изначально, то, чего не должно хотеться. Вот вам это не кажется, как бы, странно, что столько миллионов людей на это подсели? Может быть, нам, или вам вернее, может быть, наоборот, сейчас заняться тем, что сказать, ребят, не надо этим заниматься. Ну, потому что, ну, правда ведь, как-то странно. Нет, это странно, я считаю, я тоже считаю, на самом деле, глуповатый. Как-то интересоваться, вы считаете, это эстетика, увлекаться. Ну, правда, ну, какая-то фигня, ну, разве нет, Настя? Не, я так не считаю, потому что, ну, все-таки это же игра, и я думаю, все это понимают. Тем более, в этой игре, ну, есть нормальная игра, да, то есть, даже... Босса вольнул, он же плохой, ты вроде их доброе дело сделал, правда? Ну, правда. Но зато эта игра, ну, как бы, у нее есть продолжение, то есть... Вот это меня и пугает. Где на уме? Где рецидивный? Нет, в смысле, оно, ну, его очень трудно закончить, оно, в нем есть интерес играть, а в других, вот, то же самое ферме, который тут звучал. Ну, не скажи, не знаю, как это не трогательно. Радужный Керим. Мы уже давно все забыли, я тоже играла, у меня там был, там, 90-й уровень. Хорошо, сейчас, секунду. Сейчас, Илья, пожалуйста, с кем-то. Вперед. Макс, тебя приглашают в Лефортово, в душевую экскурсию. Как и мыло. Главное, мыло не ронять. Настя, а там можно сказать, пожалуйста, притоложим, вот, вести себя идеально, выйти на свободу досрочно по УДО, вот, и устроиться булочником, и остаток жизни провести в том, чтобы, так сказать, воспитывая внуков, да, и призывать не повторять ваших ошибок. А? Ну, да. Попробуйте вы пойти по этому пути. Смотрите себя на колки. Это вообще непростой путь. Понимаешь, правильно жить вообще нелегко. Что-то я не туда. Что-то понесло. А правда, что кто-то деньги зарабатывают, игроки, на этой игре, да? А, ну, просто, вот это интересно. Например, мне, вот у меня в друзьях ВКонтакте 1500 человек, из них 1000 это игроки-тюряги. И все пытаются заработать на этом. Мне пишут, вот за 100 рублей я могу тебя пропиарить, я могу тебе дать прогу, которая накручивает деньги, и все. Этому нельзя верить, ну, просто, ну, никак нельзя верить. Это все обман. А чем реально зарабатывают люди? Есть какой-то, не знаю, реальный способ монетизировать? Ну, если ты уж проводишь столько там времени, и там вынуждена во всем вот этом вариться. Хоть какой-то, кроме обычного интереса, есть какой-то, говорю, действительно финансовый выхлоп? Я думаю, нет, только за счет обман. Я думаю, нет, только за счет обман. Если мы назначим, мы назначим каким-то образом, знаете, мы назначим, как в фильме «Изгоняющий дьявол», мы назначим из Настя изгнать этого дьявола. Экзорцизм, я ждал. Экзорцизм. Где мои вещи? Смотрите, ребят, выдержите руки и ноги, а мы будем как-нибудь ее это смыслить. Давайте. Ну, давай, что? Давайте. На колки выводить. А что будем делать-то, я не знаю, а что делать? Давайте язык разрешим. Вы должны сказать, я сейчас сниму ритуальный кинжал. Давай. Вы должны сказать, я отказываюсь от этой дурацкой игры. Говори, это разорвем на две части. Говори, отказываюсь от игры. Я думаю, через год только отказываюсь. Ну, через год тоже ничего. Меньше говори, 9 месяцев. 9 месяцев. Все, через 9 месяцев. Обещаешь, камеру смотри, маме и папе скажи. Не в ту камеру. Вот эта камера. Скажи, настоящую камеру. Отказываюсь через пальцы с крышеток. Спасибо, договорились, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok